Муж с женой решили занятие кексом называть стиральная машина, чтобы как можно меньше дети понимали, о чем идет речь. Легли они, значит, спать. Муж с женой начинает приставать. Дорогая, давай, давай, дорогая. Стиральную машинку с тобой заведем. Ой, да что-то как-то не по себе. Муж отвернулся. Через полчаса снова поворачивается к жене и снова начинает приставать. Дорогая, а может быть, все-таки постираем жена? Ой, дорогой, да что-то как-то некомфортно. Да давай чуть позже, а? Обиделся муж, отвернулся. Через два часа жена начинает приставать к мужу. Дорогой, давай с тобой все-таки заведем стиральную машинку. Муж поворачивается к жене и злобно ей отвечает. Я уже постирал вручную. Всем приветики. Сами понимаете, какая ситуация сейчас в стране, Россия, Украина. У меня, честно, слов нет. Я до последнего не верила. Когда уже позвонила, то есть у нас с мужем есть родственники на Украине. И когда мне это все говорят, я вот до сих пор, у меня, то есть мне родственники рассказывают, как на самом деле все происходит. У меня руки трясутся, мурашки по коже, слезы наворачиваются. То есть я должна в одну секунду все собрать и бежать, бежать. А мужчин, то есть я оставляю свой быт, дом, хозяйство, живность. Мужчину, то есть, сами понимаете, да, то есть мужчина главный в семье. Оставить его и уехать в другой город. Тяжело, конечно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Продолжение следует...